Итак, мне хотелось бы в первую очередь подчеркнуть и отметить, что мне очень отрадно, что это были самые настоящие выборы в их истинном понимании слова, смысла этого слова. Они были абсолютно конкурентными, легитимными. Насколько мне известно, представитель кандидата Мурайлева обратился в избирательную комиссию Центрального избирательного округа, это ТИК Ворошиловского района, с просьбой о повторном подсчете голосов. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Пятнадцать. Пятнадцать. Если приоткрыть завесу того, что находилось вне взора публики, то здесь, конечно, было очень нечестно. И я, как кандидат, один из кандидатов, как кандидат по шестнадцатому избирательному округу, хлебнула эту нечестность по полной. Я знаю жителей по многим домам, я знаю целые подъезды жителей и знаю, какие у них предпочтения. И когда я увидела, что в одном доме, с которым я дружу много, сколько мы вместе дел хороших переделали, и как люди ко мне относятся, и вдруг вижу результат, у Латышевской, допустим, пятьдесят, а у Мурайлева сто девяносто шесть, ну, у меня сразу возникли вопросы. Затем, конечно, наши предположения подтвердились, потому что подвозили людей в машинах. Вбросы я сама лично не видела, но я могу предположить, что и они были. Но это еще полбеды. В конечном итоге все равно я победила. Потому что сначала был перевес 173, несмотря на все вот эти воздействия, потом 79. Мы на этом успокоились. Но самое интересное началось ночью. Первое интересное. Со всех тиков понесли мешки с бюллетенями. Мешки эти, как правило, не все были не опломбированы, не заклеены, без печатей. Благодаря моему, ну, как бы, соконкуренту, господину Котельникову, мы с ним эту ночь как бы вместе провели, бегая по коридорам администрации Ворошиловского района, он первый заметил вот то, что мешки не запломбированы. А потом мы вместе увидели, что одна дама, видно, после того, как туда вложили что-то, прям при людях ставила печать, заклеивала и ставила печати на эти мешки. Я подошла, провела пальцем по печати, она была просто мокрая, еще свежая. Вот. Ну, тут уже удивление просто зашкаливало. Я не сомневаюсь, что мы сейчас получим другие результаты. Если кого обидело, извините, Артем Евгеньевич, я не хочу вас обижать. У меня о вас очень хорошее мнение, кто о вас что-то говорил, замечательное. Но я предполагаю, что могли быть фальсификации до того, как мешки попали под пломбировочную комнату. Морелев, 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 Морелев. Мастер-Шевская. Мы просто в данной ситуации проверяем корректность подсчета, и не более того, правильно? Мы же о чем говорим? 9 тысяч голосов, более 9 тысяч голосов. Разница 6. 42 участка. Поэтому для себя мы как бы определились. Сомнительный участок по центральному району, два участка по ворошиловскому. В ворошиловском избирателе два раза больше. То, что здесь происходит, это агония господина Морелева, который даже не то, что как кандидат, а как мужчина, не может смириться, что он проиграл не только достойному человеку, но в первую очередь и достойной женщине. Наталья Ивановна, честно, выиграла эти выборы. И когда вот это считают по голосам, пытаются пересчитать участки, это просто показывается несостоятельность наших кандидатов. Я хочу полностью поддержать Наталью Ивановну, потому что в той части, что кто-то озвучил, что выборы были честные, что не было каких фальсификаций. Это все, как говорится, иллюзия, обман. Если мы фальсифицируем выборы, фальсифицируем именно воли извеления нашего населения, то мы власть, которая ничего не строит.